Итак, как провести само собеседование с кандидатами в вашу клинику косметологии? Вот вы сидите, сидите в ресторане или сидите в своей клинике, если она у вас уже есть, и у вас есть распечатанный список кандидатов, с которыми уже провели тест на адекватность по видеосвязи, ваш помощник или вы сами, и дальше вы их пригласили в клинику или в ресторан для личного общения, для того, чтобы вы лично их утвердили или выбрали из тех, кого набрали. Вот у вас список из 10-15 кандидатов, я советую всегда брать столько, так как в сам день собеседования половина обычно может не прийти. В связи с этим место для проведения собеседования должно быть максимально удобным. Бывает такое, что человек, я еду, я опаздываю, да, а в итоге он заблуждается и вообще не доходит, такое тоже бывает. Поэтому наиболее максимально должно быть все понятно. У меня на собеседовании всегда сидит помощник, который мне подает резюме, который следит за тем, кто пришел, кто не пришел, кто опоздал, и который потом эти резюме складывает и отвечает на телефонные звонки, типа, а вы где, я вас потеряла, не вижу, не могу найти, да. То есть, чтобы ваше личное время и настроение не портились из-за вот этих вот технических каких-то моментов, для этого есть специальный человек, ваш ассистент, который вам помогает во время проведения собеседований. Итак, вот вы сидите. Что происходит, да? Во-первых, посмотрите на свой внешний вид, как вы встречаете людей, своих кандидатов. Это не должна быть футболка, это не должны быть там рваные джинсы, майка, да, тем более, если речь идет о клинике косметологии. И не надо ставить такую позицию, я за все плачу, поэтому танцуют все, кого там... Такое есть отношение у многих работодателей, что если он платит, то может выглядеть как хочет, как Стив Джобс, да, в кедах и в водолазке. Нет, вы пока не Стив Джобс, всего лишь владелец клиники, но как, если вы к этому пришли, вы очень, очень крутой и очень крутая, поэтому я вами горжусь. Итак, вот у вас внешний вид, ваш дон соответствует. То есть пиджачок обязательно, это деловой стиль, это собеседование, это деловая встреча. Поэтому какое-нибудь платье, желательно закрытое, блузка, что-нибудь такое легкое, спокойное, да. Дальше ваш дневной макияж, не надо никаких вечерних, не надо демонстрировать кандидатам часы золотые, да, щепки, свое состояние, что-нибудь такая крута. Нет, не надо. Это все лишнее, это все видно, что это напущено, и это скорее толкнет нормальных кандидатов, чем нежели притянет. Поэтому выбираем сначала свой образ, и дальше смотрим, соответственно, на тех, кто приходит. Как они приходят? Если человек приходит вовремя, ставим галочку, человек пришел вовремя. Если опаздывает, значит, это уже для него будет минус, потому что работа всегда подразумевает пунктуальность. Его внешний вид мы должны оценить, насколько он адекватен. Сейчас, секунду. И помните, что первое впечатление, оно всегда самое верное, да, самое вот настоящее. Поэтому человек, он тоже уже знает, что идет на собеседование, и тоже в курсе, что первое впечатление, оно важно. Поэтому если он не постарался, ничего не сделал для этого, и пришел абы как, то это, соответственно, его отношение к работе. Поэтому будьте внимательны о том, с какой тщательностью человек подходит к вашему собеседованию, к вашему мероприятию. Насколько он не взбалмошный, где-то там спотевший бежал, прибежал, да. Насколько он подготовленный, зашел к вам, спокойно сел, поговорил и ушел. Желательно, чтобы у человека была распечатанная анкета. Это просит ваш помощник тоже. У помощника есть его резюме, да. Но и вот эта просьба, принесите, пожалуйста, распечатанное резюме, она тоже покажет, насколько человек пунктуальный. Он скажет, да, не вопрос, вот, пожалуйста. А второй скажет, ой, блин, я забыл, не успел это распечатать, это давайте я вам через телефон покажу. Это тоже самотоха показывает вам отношение к работе. Естественно, на должность косметолога, да, человек должен выглядеть маникюр, дневной макияж, деловой стиль, убранные волосы, да. Он пришел устраиваться на работу не в стриптиз-бар, танцовщицей, а работать в медицинскую организацию. Поэтому должен выглядеть соответственно. И речь человека должна быть грамотной. Но речь человека мы уже выяснили на предыдущем собеседовании, да, онлайн. И на очное, я уже надеюсь, прошли все с хорошей поставленной речью, которые внятно могут рассказать о себе, которые адекватно реагируют на просьбы ваши. Например, расскажите о себе, «Так, что вы рассказываете, у вас же есть мое резюме, вот там все написано, да?» «Ну, да, есть резюме, а я хочу, чтобы вы сами рассказали, да?» То есть не нужно, чтобы вы просили об этом человека. Он должен быть готов спокойно на любую вашу просьбу отвечать, реагировать, потому что вам им потом управлять.